Всем привет ребята, меня зовут Богатийщий Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня я хочу показать вам очень важное видео, которое может даже шокировать. Этот пост был опубликован 18 часов назад на реддите и за это время стал вирусным. Мы видим сравнение падения биткоина в марте этого года с недавним обвалом в сентябре. Но я не хочу вас пугать, поэтому покажу вам не только условия, при которых это может снова повториться, но и расскажу о том, почему недавнее падение биткоина на самом деле хороший знак для долгосрочной цены главной криптовалюты. Ведь по аналогии с 2017 годом, прямо сейчас цена биткоина нащупала поддержку на 20-недельный средний скользящий. Как мы видим в 2017 году она служила сильной поддержкой, от которой цена постоянно отскакивала и росла вверх. Этот ролик будет очень важен и интересен всем холдерам биткоина, поэтому вы точно не захотите его пропустить. Присаживайтесь поудобнее, наливайте чай, не забудьте поставить лайк, давайте наберем хотя бы 3000 лайков, это всегда мотивирует меня работать для вас. А также не забывайте, что ссылка на оригинальный ролик ММКрипто будет в описании под видео. Сегодня у меня тревожные новости для биткоина, но только если биткоин закроется ниже конкретного уровня. И сможем ли мы увидеть повторение в сентябре марцевского движения, когда мы наблюдали падение, затем отскок дохлой кошки и после массивный обвал цены до 3800 долларов. Наблюдаем ли мы за формированием того же паттерна прямо сейчас, падение, затем отскок дохлой кошки и после массивный обвал. Или же мы видим, как наш бычий сценарий оправдывается, ведь цена биткоина отскочила от 20 недельной средней скользящей точно так же, как это было 7 раз во время бычьего забега к новому историческому пику в 2017. На дневном графике сегодняшняя ситуация очень интересная, но давайте начнем с 4-х часового графика биткоина. Как вы видите, к сожалению, мы пробили этот уровень. Мы не раз говорили о том, насколько он важен, однако он был пробит и цена биткоина опустилась к следующему важному уровню. Люди спрашивают у нас, пойдет ли цена ниже, чтобы закрыть гэп или даже еще ниже. На самом деле медвежий сценарий даже хуже, чем это. Другие люди спрашивают, отскочит ли цена биткоина от этого важного уровня в 10100 долларов. Что ж, давайте поговорим об этом. Давайте перейдем на дневной график. Я прошу вас, досмотрите это видео до конца, прежде чем писать, что я говорю о падении. Ведь я все еще настроен на лонг. Но мы можем увидеть что-то очень интересное, и это взрывает мозг. Люди не верили, когда я говорил, что 10100 долларов это очень важная отметка. Посмотрите сами, спорить не о чем. Мы видим здесь 5 дневных свечей подряд, которые идут по этому уровню ровно. Поэтому стоит ли мне говорить о том, что удержать этот ключевой уровень для биткоина является необходимым прямо сейчас. Сейчас у нас есть два сценария, и следующее движение биткоина определит его судьбу в течение следующих двух недель. Поговорим сначала о хорошем сценарии, прежде чем мы перейдем к этому ужасному, который вы видите здесь. Я говорил об этом очень важном диапазоне поддержки, который в прошлом был сопротивлением множество раз. В октябре 2018, в феврале 2020 прямо перед дампом вот здесь, и в мае 2019. Поэтому после прорыва этой линии сопротивления мы должны ожидать ее превращения в поддержку. Прямо сейчас на рынок давят продавцы, но биткоин все еще удерживает этот важный уровень. Хотя на этом фоне многие альткоины падают на 50-80%. Это серьезная кровавая баня. Поэтому если сейчас биткоин отскакивает от этой линии, я бы сказал, что это невероятно бычий сигнал. Мы говорили о 20-недельной скользящей, как об очень важной поддержке. Например, в прошлом был ранее цена касалась ее около 7 раз. И с каждым разом цена биткоина росла все выше. Поэтому если цена биткоина сейчас отскочит от нее, я буду воспринимать это как подтверждение бычьего рынка. И я думаю, мы до сих пор можем рассчитывать на такой исход событий. Потому что этот уровень до сих пор удерживается. Кроме того, на индикаторе EMA Ribbons обычно нижняя граница выступает в качестве поддержки. Но это правило не работает на бычьих рынках. На бычьем рынке на недельном графике только самая верхняя желтая 20-недельная скользящая должна рассматриваться в качестве поддержки. Это видно здесь, как вы видите, яркое доказательство моих слов. Такая же картина не только в 2017-м, но и в 2012-м-2013-м. Еще раз, только на недельном графике во время булрана верхняя скользящая выступает главной поддержкой. И это происходит и сейчас. Поэтому давайте подождем и увидим, что будет дальше. А теперь давайте перейдем к этому ужасному сценарию, который сейчас становится вирусным, к этим плохим новостям. Но я должен ими с вами поделиться. Вы знаете, мы очень оптимистичный канал. Мы были бычьими, когда биткоин стоил 3000, когда он стоил 4000 долларов. Я даже дал сигнал на покупку вот здесь. Все, кто были быками, получили массивный профит здесь. Поэтому мы быки на долгосроке. Но нам нужно говорить и об альтернативных мнениях. И прямо сейчас что-то вирусное распространяется по интернету. И я хочу показать вам это. Это сравнение показывает схожести лучше, чем это смог бы сделать я. Также мы проанализируем фундаменталы и конкретные цели биткоина для такого сценария. А также я расскажу вам, что должно произойти, чтобы этот прогноз не оправдался. Как вы помните, в марте по всему миру начались всякие локдауны. И как мы видим, биткоин здесь падал. Затем был отскок дохлой кошки и закончилось все невероятным крахом, когда были подтверждены локдауны. То же самое может произойти прямо сейчас. Не только из-за графиков, но и фундаменталов, новостей и экономики. Также из-за того, что S&P 500 сейчас падает как безумный. И что биткоин может скоррелировать с ним. Вот что сейчас происходит. Биткоин падал здесь. Потом отскок дохлой кошки. И теперь кажется, что сейчас мы находимся в том же моменте, где мы были и здесь. В марте 2020-го перед самым крахом до 3800 долларов. Вопрос, произойдет ли то же самое сейчас? Ответ не может быть да или нет. Он зависит от обстоятельств и условий. Поэтому, ребята, оставьте какой-то фидбэк в комментариях. Поставьте лайк, если вам нравится видеть и альтернативные мнения. Пусть они и не популярные. Как умные инвесторы, мы, даже будучи быками, должны иметь план игры. Если происходит событие А, мы делаем действие А. Если происходит событие Б, то мы действуем по плану Б. Если макроэкономика повернется против нас, если люди не смогут отделиться от корреляции с традиционными рынками, тогда мы должны быть готовыми к медвежьему сценарию. Я сам являюсь быком, но просто не могу не рассмотреть и этот сценарий. Иначе мы были бы и рациональными тузимунщиками. А так мы рациональные. Посмотрите на это в марте 2020-го. Был первый дамп. Затем отскок. Это был момент, когда первые локдауны начались. И люди начали сильно бояться, а рынки начали отображать это безумие ценой. То же самое происходило на традиционном рынке, на S&P 500 в частности. Некоторые умные деньги уже наперед начинали действовать. Было падение, затем отскок. А затем рынок осознал, насколько ужасны локдауны и их последствия. И отобразил это падением цены. И вопрос возникает, вот здесь, сейчас начинается все то же самое? И последует ли биткоин за S&P 500? Чтобы этого не произошло, биткоину нужно удержать два конкретных уровня. Первый уровень на 10 тысяч и 10 тысяч 500 долларов. Не только на дневном, но и на недельном графике. Как вы помните, мы говорили о 20-недельной скользящей. Если недельная свеча закроется гораздо ниже 10 тысяч долларов, тогда я могу представить себе закрытие гэпа на 9600 долларов. А может даже и падение еще ниже. Потому что, к сожалению, мы все еще видим корреляцию биткоина с другими финансовыми рынками. Хотя и золото с биткоином тоже начинает коррелировать сильнее. Но на это изменение нужно время. Мы хотим увидеть окончательную отвязку биткоина от фондового рынка в пользу корреляции с ценой золота. И мы видим, что это уже происходит, но опять же необходимо время. Итак, если на традиционном рынке будет много страха, например из-за второй волны локдаунов, тогда биткоин может падать дальше. Хотя я все равно придерживаюсь бычьего сценария. Но если погуглить второй локдаун, то посмотрите, что мы найдем. Пока другие города уходят в локдаун, почему этого не делает Лондон? Второй локдаун в Канаде. Как мы видим, множество стран начинают вторые локдауны. Мы видим 20-30% безработицы во многих странах по всему миру. Экономика страдает, и рынок может наконец отобразить это ценой. В таком случае мы можем увидеть что-то похожее на графики биткоина, и я покажу вам ценовые цели для этого сценария позже. Но этого может и не произойти, если биткоин удержит этот уровень. Но если нет, тогда я ожидаю очень жесткое падение и новое V-образное восстановление. Я не говорю, что это точно произойдет, но если так будет, в таком случае падение составит около 58%, и это 4600 долларов за биткоин. Кстати, это установит низ, который будет выше предыдущих. Вот здесь был первый на уровне 3100 долларов в декабре 2018, затем в марте 2020 3800 долларов и потенциально 4600 долларов сейчас. Я не говорю, что это точно произойдет, но ребята, будьте готовыми к этому. Если мы пробьем этот важный уровень поддержки по VP VR около 9000 долларов, то только в этом случае я смогу рассматривать этот медвежий сценарий всерьез. Но я хотел бы все равно показать его вам, чтобы вы были готовы ко всему. Напоследок я хочу дать вам немного позитива. Когда возникает сомнение, осмотрите на большую картину движения цены. Биткоин должен закрыть эту неделю выше 20-дневной скользящей, чтобы оставаться бычьим. Хорошие новости, ребята. Недельная свеча закрылась выше, и вторая неделя, в которой мы находимся сейчас, тоже все еще выше. Если мы вернемся в прошлое, в 2017 год, то мы увидим 7 таких же точек прикосновения. И каждый раз мы наблюдали сильные отскоки вверх. Так что это хорошие новости. Не поймите меня неправильно. До тех пор, пока цена биткоина не пробьется ниже 20-дневной скользящей, я остаюсь настроенным по бычьи. Ребята, вот такой интересный ролик для вас сегодня перевел от ММКрипто. Как по мне, очень важная информация, мы обязательно должны следить за озвученными уровнями, и особенно за поведением недельного графика цены биткоина и 20-недельной средней скользящей. Если цена биткоина останется выше этой скользящей, это будет хорошим знаком на продолжение бычьего рынка главной криптовалюты. А меня зовут Богатейший Ди, ставьте лайки, если видео было вам полезным или интересным. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков, это помогает каналу развиваться. А также подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok And then it crashed all the way to $239. So the moral of the story is don't buy Bitcoin. Because you know it's going to crash again. And then it's going to crash again.